Доброе утро, друзья! С вами снова Макс Травер, и мы в Сочи. Сейчас пойдет серия видео о том, как здесь можно перезимовать, можно ли какое снять жилье, какие есть на рынке жилье, как развлекаться, как веселиться, чем вообще заниматься. Мы сегодня уже начнем наше действие. Вот в таком прекрасном доме мы остановились у моих подписчиков. Моя любимая барышня Юлечка, мой сыночек, наша собака. То есть мы уже такой большой семьей. Напомню, что мы доехали на доме на колесах Mercedes T1 1995 года, и он выдержал. И этот Mercedes смог все же это сделать, ничего не отвалилось, кроме одной детальки. Вот видите, такой пластик, он здесь ушел, но он у меня уже был подломан. Я привез с собой мотоцикл KTM 525 EXC. Послезавтра мы уже на нем едем кататься на эндуро-туры. Ближе к Красной Поляне, где примем участие вместе с ребятами, которые будут гонять по эндуро. Это будет не хард. В общем, дом нам понравился, путешествовать на нем можно. А главное, друзья, в Сочи сегодня великолепная погода. В общем, любуйтесь, смотрите красотами. Мы идем гулять. Погнали! Это что вообще такое? Что это за вечеринка такая? Лиле не нравятся спуски. Тебе не нравится напрягаться, да? Нравится на них смотреть и не напрягаться? Если бы Кощега Максима коляска. А не ребенка? У-у-у-у, мой хороший. Он вообще в шоке первый раз увидел. Я, красотка. Мы же это не пели. На улице плюс 18. Зимовать в Сочи неплохо, да? Да, мне не нравится. Только единственные горы. Ну, с этим можно смириться. Если только не долго сходить. Верху здесь. Вежуха с горами, конечно, вообще прикольно. Зато булки всегда уйдут хорошие, упругие. Смотрите, так, раз пальма. Это был быстрый перевод. Какой-то комплекс. Слон имеется. И елочка. И розочки. Красиво. И шапка. Кому нужна шапка была? Ребята, берем. Вот, это место красивое. Смотрите, елочка такая. И любуешься. Жикар доз, друзья. Это прекрасно. Зимой. Да на море. М-м-м-м. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень приятные ощущения. Тебе приятно? Конечно приятно. Вообще кайфово. Вот так пахнет морем. Единственный минус, мы пришли и сказали убрать себе. И дрона желательно тоже, потому что пограничная зона. А вот так мы спрятали елку. Морда эта. О, здесь уже так интересно. А сейчас, друзья, мы пришли на пляж бесплатный Дагомыс. Тот был платный, 300 рублей человека, а это уже городской. Ну, я уже могу себе позволить. Как бы. Ты начала получать детский, поэтому можешь себе позволить пить теперь роли. Теплее и красивое, а жизнь у меня только идет. У меня есть детки. Не, ну, друзья, это же прекрасно. Та-та-там, та-там. Вот сколько здесь калорий, наверное, да? На тарелку можно не есть. Вау. Друзья, приятного аппетита. Друзья, как вы поняли, в Сочи не все стандартно, поэтому есть гаражи жилые, а есть эллинги. Это гаражи жилые, но для лодок. Поэтому сейчас я вам покажу, как они устроены. Они тоже в три этажа. Изначально они были для хранения лодок. Сейчас это жилые дома. Эллинги. Да, друзья, это эллинги. Только в Сочи вы можете такую встретить недвижимость. Чем она интересна? Ранее это были просто гаражи, одноэтажные для хранения различных лодок. Сейчас же это двухэтажное, трехэтажное здание, в которых живут полноценно люди, которые узаконены, в которых есть вода, электричество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Йоу-йоу, привет, друзья, и мы с вами в Сочи. Йоу-ху! Смотрите, какая шикарнейшая погода. Мы едем с нашим ребенком. А главная фишка то, что я, смотрите, иду в какой-то толстовочке, жмурюсь, и это прекрасно. Да, кстати, знакомьтесь. Диана и Денис. Ребята, которые у нас приютили. Вот мы живем сейчас у них. Сегодня будем с ними же праздновать Новый год. Умереться, что здесь Новый год, потому что это больше лет, потому что мы приехали в май. Да, в общем, очень круто, на самом деле. И прямо... Да, вообще. Наоборот, там и так. Задается сразу вопросом, почему такая несправедливость? У кого-то тепло, а у кого-то холодно. Потому что мир несправедливый. Черт. Мы здесь, кстати, гуляли. Море! Разве это не чудесно? Море, солнце, песка, правда, нету, но все же. И это идеально. А вот они уже не ценят, живут и не ценят это. Вот несправедливость. Лили, ну мы здесь были, смотри, как классно, солнечно, так приятно. Он уходит, яхточка уже в рассвет, на прогулочку. Кстати, хороший, большой размер яхты. Кстати, Денис тоже яхтсмен и начал меня смотреть... Начинающий. Начинающий, но все равно начал меня смотреть как раз-таки тоже по теме яхтингу. А то мне многие говорили, мы отбондриво пришли, отбондриво. Вот. И он ходил, ходил. И, кстати, возможно, даже есть возможность, если когда откроются карантины, может быть, пойдем вместе. У меня, кстати, есть несколько планов именно арендовать лодку и сделать прогулку по Адриатике. Ух, класс! Эй, привет! Так, знакомьтесь. Ярослав. А мы вот представляем канал Кузнецов на воде. Этот... Стоим в данный момент в Сочи. Позвали Макса в гости. И вот мы здесь. Показываешь прекрасную лодку. Слушай, Катамаран такой классный тоже вон стоит. Смотрите, как интересно, спонтанно мы уже прибыли в Марину. Ну, не спонтанно, на самом деле. Все было договоренно, но все же прикольно. Мы в Марине. Ух, классно. Давай, запрыгивай. Сможешь? Нет, я не хочу купать. Не хочешь купаться? Не время. Нет. Ты такой еще в яхте не было? Нет, не такой яхте. А мы пойдем в рот? Не-не, мы просто постоим здесь. Ох, смотри, какая красота, да? Шикарно. Здорово. Ух-ху. Вот это я понимаю тема, да? Сразу вспоминается Майами! И мы с Любомиром и Юрой, уху, стерилили на таких лодках, класс! Это на одной лодке знаешь, сколько мы выдали всего лишь 40 узлов? Нет, ну даже 40 узлов. Да, 40 узлов дали или не дождал по 40. Есть вот расход теплива он покрывал по 40 галлонов за час, да? 40 даже не выдает. Не выдает, да? А может 30 литров? 40 литров это сколько? В литров. Короче, до хрена было, то есть дал газу и сразу просто ведрами выливай за борт. Да, да. 400 литров. У всех вопрос, на сколько прет, сколько жрет, да? 30 литров в час на скорости 45 км в час. Вообще. Подожди, ну есть же у нее крейсерская такая, или как, самая малая, когда не на глиссерна выходит, где-то экономно, там, в принципе, довольно нормально. Да, она потребляет где-то 35-40 литров в час на скорости 18 км в час. Ну это уже так были меня. Божественно. С крейсерской мы так и идем, 18 км, а дальше уже переходный режим. Она, понимаешь, воду перед собой толкает, скорость не прибавляется, ты газуешь, а она пока на глиссер не выйдет, она не увеличивает нормально ход она. Пытается там такие волны огромные. Какого она года? Пятого. Сколько футов? Это 50 футов и нас половина метров. Это много. Вау, смотрите какая-то мастер бедрум. Ах, на лодочках. Здесь у нас санузел. Видим и душ, и туалет. Ах, круто. Здесь такая уже двухспалочка. Видите, двухъярусная. Здесь у нас полноценная еще кровать. Ох, класс. Слушайте, ну вот это дерево такое, ммм, такое няшное. Под видео я оставлю ссылочку. Очень прикольные были переходы у ребят. Как они гнали через реки. Я, кстати, думал, что... Ну, видишь, высота все же с мачтой было бы проблематично перегнать, наверное. А с мачтой не выйдет. То есть надо мачту было всегда ложить. 17 метров. Высота, то есть. Вот чем проблема. То есть у нас, по идее, все реки в моря там соединяются с морями в России. Но, к сожалению, очень много понтонных мостов, которые не убираются до сих пор. Ну, стали уже оставили навсегда. Потом плюс высотам по мачте ты не пройдешь. А на PowerBot ты можешь, в принципе, путешествовать по всей России. Так, погуляем. Видите, МЧС России. Ух, класс. Вот тут вещь-то. Да, вообще круто. И вид такой, здравствуй, в центре Сочи. Ну, ты знаешь, мне вот яхтинг нравился, когда ты в маринах можешь стоять. Тогда мне он нравился. А как ты на якоре болтаешься там где-то и на тузике приезжаешь, ты думаешь, где ты его поставишь, чтобы его еще не украли. Ну, конечно, круто. На самом деле, на этой лодке вспоминается сразу Майами. И хочется в эту бирюзовую, можно сказать, воду нырнуть. Ну, правда, сейчас, наверное, температура воды, ну, сколько, ну, плюс 10 будет? Ну, 10 градусов. Все же не очень приятно, но все же. Надо сказать, Лили, пусть хоть фотки сделает эту. Ах, яхты. И ты такой, конечно, вау. Класс. А вид шикальный, особенно, ну, вечером, когда эта вся фигня светится, начинает вообще вид бомбический. Круто. Самое главное, это, конечно, сердце. Сердце лодки. Что здесь стоит? Я уже смотрю, это Вольво, да? Вольво Пента. Угу. Два двигателя. Ух. Офигенно. А по сколько лошадей? Ни хрена себе. У тебя тысяча кобыл, это как Бугатти Верон. Ха-ха-ха. Офигенно. Супер, вот это красота. С Лилю будем приобщать к яхтингу. Ну что? Чувствуешь? Представь, что это Майами, Лиля. Жара. Можно вообще стоять? Ну, можно даже и лежать на этом. Не наступай. И не прыгай по нему. Давай. Конечно же, надо сделать пару фоточек. Лилечка, давай, готовься. Оп-оп-оп. Знаешь, как есть такой прикол, друзья, вот так раз. Прекрасно смотреть на это все. А лучше, может даже в какой-то степени иметь деньги, чтобы на этом кататься, плавать, ходить. Так, расскажи, что мы будем пробовать сейчас? Будем пробовать. Красненький, Skittles. Так, отлично. И зелененький. Зеленый Skittles, мы уже пробовали. Так что теперь красненький. На радуги, попробуй на радуги. Друзья, сейчас так получилось интересно, что мы встретились с моим еще одним подписчиком. Это Сергей. Знакомьтесь. И прямо, вот знаете, очень много скоплений у нас их сменов теперь. Сегодня же ты мне. Это очень круто. Так, сколько футов эта лодка? Значит, она идет 3-4 фута. Ага. Ну, нормально вообще. То есть, и ты такой раз и пошел. Ты гоняешь здесь, как раз катаешь туристов. Да. Супер. Ну, аккуратно, кстати, очень довольна таки она. Вот здесь вниз можно спуститься, тоже посмотреть. Левую кальту лучше не отрывать, там склад. Да. Ясно. Так, здесь у нас туалет, душик. Душ. Слушай, так хорошо, душ интересно сделан стеклом. А это уже мастер бедром. О, класс. Прямо, знаешь, пахнет, интересная тема. То есть, я, кстати, даже не видел, то есть раз поднял и закрутил. Офигенно. Да. Здесь плита. Ага. Как бы, да, тут тоже есть все вот эти вот моменты. Ага. Ага. Вот здесь даже такая плита. Электрическая класс. Слушай, так интересно сделана вот эта система. Я не видел такую ни разу. Можно для дома, для колес. И холодильник, конечно, то же самое. Ага. Седьмого года. Ну, то есть, как бы, все равно по состоянию очень хорошее. Ну, да. Как бы. Занимаешься. Приходится и заниматься, да. Плотно. Ага. Класс. Новогодний подарок от Сергея. Это домашние друзья чаще. Попробуем, наверное, чуть-чуть. Сегодня, ух, так интересно. Вообще, вот как только пошло путешествие, сразу расцветаешь. Сразу много очень энергии жизненной. То есть, много с людьми общаешься, и это круто, я скажу. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья. Следующий год будет легче, чем этот год. Сто процентов. Сто процентов. Обещаете. Дед Мороз сказал, Дед Мороз сделал. Да, сделал. Все. Да. Спасибо большое. И вам спасибо. Да. Да, да. Следующий год будет очень хороший год. Шикарный. Особенно для вашей семьи. У-ху. Да, да. Хороший магазин. Ох. Вот. Вот что хорошее. Можно пить. Особенно Эксон. Ренни Мартин. М-м-м. Хе-хе. Друзья, алкоголь. Особенно чрезмерное употребление. Очень вредно для здоровья. Так как мы приехали довольно поздно. Это уже 31-е сегодня у нас. Поэтому мы сейчас на рынке зажариваемся продуктами. И здесь, смотрите, все продается. Ничего не мерзнет. Это так удобно, круто. Вкусные? Берем? Все. Видите как? Можно даже пробовать. Отлично. Берем. Друзья, смотрите, вы сзади меня видите такие домики. Это маленькие. Там есть серьезные? Просто суть того, что это гаражи. Да, вы сами видите это гаражи. Но на самом деле это не гаражи. Это жилые дома. Двухъярусные, двухэтажные и очень крутые. И в большинстве случаев, наверное, они даже круче, чем многие коттеджи в Сочи. Представляете? Мы по ним сделаем более подробный обзор. Благодаря Денису и его связям. В общем, следите за нами дальше. Скоро вы это увидите. Тут и слышишь такое сразу дверь. Так дверь, да? Вообще такая хорошая дверь. Ни хрена себе, слушай, ты такой вообще педант. Смотри, какая красота. Моему только дому стоит завидовать. Моему гаражу. Ух ты, первое место, второе место, третье место. Это ты, да? Да. Наваливал, да? Нифига се. Так, на сноуборде валит. Дрон есть. Так, все, ребята. Адрес мы не покажем, потому что это уже опасно. Так, добро пожаловать. Как это называется? Дальше самое интересное. Это мой жилой гараж. Мой жилой гараж. Так, оп. Ух ты. Вау. Ни хрена себе. Там у меня бардак. Я не ждал гостей. Это правда. Да, это правда бардак. Вы че, офигенно. Смотри, какая красота какая. Уууу. Это гараж с удобствами. Есть камин. Вау. Да, настоящий, действующий. И очень. Вот это, кстати, супер крутая тема дизайнерская. То есть, если что надо, что-то там ей можно зажать. А надо открыть. Да, это вообще заслонку открывает. Офигенно. Офигенно. А эта лестница дальше, друзья. Единственное, что желательно здесь слишком не перебухивать. Нифига себе. Офигенно. Класс. Система 5.1. И еще кубки. Ух ты. Такой, слушай, солидный. А, ну и что в каком году, ты спрашивал? Ну да. 14-й год. 14-й год. Тут 13-й год. Офигенно. Так, что-то и Аэрофлот здесь приклеился. Тоже где-то работал. Вау. Мы добрались до дому. Теперь у нас будет вечеринка. В пати будет безудержное веселье. Так, от шеф-повара Дени у нас какое-то здесь приготовление специально местного характера мяса. Вообще никакого специального, чистого лука. Так, ты должен был что-нибудь придумать. Да, да, тут такая. Нет, мы потом в яйце сделаем. Здесь секретные ингредиенты. Мы потом в яйце сделаем. В яйце. Вот, прикольно. Вы слышали? В яйце. Можно сделать даже класс, класс. Сейчас будет вкусненько. Город еще гудит. Движения пока идут. А мы уже готовим барбекю. Всем пока. С дырком. С дырком. С дырком. С дырком. С дырком. С дырком. Прочти преддверие. Это Баганский, ну это Атлантический океан И мы смотрим, мы бывшие ягоды За 2 минуты до Нового года даже стабилизатор решил перезагрузиться в этом году Все правильно сделано Антиреклама стабилизатор Не покупайте такой антистабилизатор Что-то пошло не так у нас Минутка осталась, одна минута Так включай YouTube, да, теперь? Зачем YouTube, мы будем смотреть, как соседи запускают салют Друзья, с наступающим Новым годом Желаю, чтобы этот год был у вас Новый год, естественно, самым лучшим, самым крутом, самым интересным Чтобы вы исполнили все свои цели и мечты А главное еще, друзья, чтобы вы еще больше имели цели и мечтаний В общем, погнали в этот год Ю-ху, бай-бай-бай С Новым годом! Ю-ху! 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 Субтитры подогнал «Симон»!